Заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУВД Нижегородской области задержан за организацию проституции. Вместе с друзьями открывали в Нижнем Новгороде салоны, якобы массажные, но на самом деле там оказывались интимные услуги. Задержали подполковника полиции, сотрудники ФСБ. Продолжение следует... Сотрудниками ФСБ России по Нижегородской области совместно с ОРЧСБ ГУВД России по Нижегородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность. Заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУВД по региону подозреваемого в организации занятия проституцией. Установлено, что подозреваемые совместно с двумя предпринимателями организовали на территории Нижнего Новгорода деятельность массажных салонов, под видом которых оказывались интимные услуги за денежное вознаграждение. Должностное лицо, используя служебное положение, оказывало покровительство беспрепятственной деятельности данных заведений. Когда задержанного заместителя начальника уголовного розыска ГУВД Нижегородской области доставили в суд для избрания меры посещения, мы попытались задать ему несколько вопросов. Здравствуйте. Роман Леонидович, вас обвиняют в превышении должностных полномочий. Согласны с обвинением? Частично. С чем согласны, с чем не согласны? Пока без комментариев. Вот по версии следствия, вы совместно с предпринимателями занимались организацией занятия проституцией. Нет, вот с этим я не согласен. А с чем не согласны? Давайте без комментариев. Вы действительно осуществляли покровительство эротическим массажным салоном? Нет. А с чем вы согласны? Я же попросил без комментариев. Ну, если вы отрицаете тот факт, что вы оказывали покровительство эротическим массажным салоном, почему тогда вы здесь? С чем вы согласны, с чем не согласны? В чем вы принимали участие? Следствие разберется. Вы как сотрудник полиции, как замначальника уголовного розыска, как оказались замешаны в этой преступной схеме? Что вас подтолкнуло на это? Друзья, с друзьями связался. Связался не с той компанией. Они вас как-то убедили в этом, подговорили, предложили, что... Чья была инициатива? Не та компания. В следующий раз будем по-другому выбирать друзей. Хотели бы просто услышать вашу позицию по поводу задержания вашего родственника. Вот он просто нам сказал, что он частично признает свою вину, поясняет, что он связался не с той компанией. У нас-то еще больше, да? Дружил с директором этой организации. Массажного салона? Да, он мне был другом. И на этом все закончилось. Ну, какую деятельность они осуществляли? Что они делали? Ну, это вопрос к ним, не ко мне. Это они осуществляли эту деятельность. Ну, они занимались организацией проститутки? Я не могу сказать, это уж им вы задаете вопросы. Они как бы занимались этой деятельностью. Я думаю, они лучше знают. Непосредственный руководитель, что-то поясните, как можете прокомментировать задержание вашего подчиненного? Почему? Все вопросы при службе главка. Знали ли вы о том, что он занимается преступной деятельностью? Все вопросы при службе. За последние годы мы уже не раз сталкивались с тем, что интимные салоны с проститутками почему-то очень близки с правоохранительными органами. Например, один интимный салон находился в соседнем здании с отделом полиции Нижегородского района. У поличного дома и РУД даже двор общий был, но деятельность их почему-то не замечали. Но, пожалуй, самым удивительным для нас стал другой салон интимных услуг в том же Нижегородском районе. Его Росгвардия охраняла открыто. Если у проституток вспыхивал конфликт с клиентом, решать вопрос приезжали сотрудники Росгвардии в бронежилетах с автоматами. Я когда стал одеваться, ребята из Росгвардии начали меня провоцировать. Грубо говоря, ну как они это делают? Подходят, толкают плечом, чисто выводя на эмоции. То есть, если бы я его ударил, меня бы под руки и в машину, и, так сказать, в отдел. Я говорю, не имеете права так поступать. Девушки, добрый день. Мы с телекомпанией Сетянер, меня Виктория зовут. Мы по поводу конфликта, который у вас случился с одним из клиентов. Хотелось бы нам выслушать вашу точку зрения. Может быть, у вас из руководства кто-то есть? Нет. Сувениры определенные для развлечений БДСМ. Вот там есть комната, оказывается у меня. Это вот вид. Откуда меня хотели выкинуть с Росгвардии? Нас закрыли. Дверь-то откройте. Вы зачем закрыли нас? А вот на каком основании? На полном основании. Телекомпания Сети НН. Я же зашла, представилась. Хорошо. А вас как зовут? Представьтесь тоже. Сейчас приезд в кроники полиции и вы. Прекрасно. Вы администратор, я правильно понимаю. Вы дверку-то откройте. Вы на каком основании нас здесь задерживаете? Приезда для кроников. Вы будете находиться там. Здравствуйте. Здравствуйте. Как быстро-то. Заходите. Можете представиться? Так. Скажите, у вас не согласований с администрацией нету? С кем согласований? С согласований с администратором у вас нету. Мы даже не знаем, кто это вообще. Так же не знаем, кто и вы. Меня зовут Виктория. Телекомпания Сети НН. Мы снимаем сюжет про данный массажный салон. А вы кто? У нас Росгвардия, старшина палец с рукой. Вас сюда вызвали на каком основании? Что просто как-то прошли. Весь согласований с администрацией. Дверь открытся. Какой администрации? Вы знаете, что это за салон? Какую деятельность она осуществляет? Законную или деятельность? Массажный салон. Массажный салон. У них какая-то лицензия есть на представление услуг? Уголок потребителя. Вы проверили это? Не знаете? Так у нас нет. У нас договор осуществляется с организацией. А вы знаете, кто здесь администрация вообще? Есть какой-то человек? У кого? Мы не знаем. Директор, индивидуальный предприниматель. Мы не знаем. Документы какие-то есть. Вот нам девушка не показывает. Вот вы сюда приезжаете, да? Это у нас одна наша организация договор заключается. А что у вас за организация? Все остальные вопросы в пресс-службу ГОВД. Вот почему у вас вопросы к нам или клиентам, а не к этому массажному салону? Здесь осуществляется заявление, подача заявлений. Если он нарушает общественный порядок, то поступает заявление и его забирают в хулиганские действия. Понятно, что договоры на охрану интим-салона заключали не простые бойцы, а их руководство. Почему правоохранительные органы охраняют такие вот заведения, а не разоблачают их? Запросы мы об этом писали, когда снимали этот сюжет и в Росгвардию, и в ГОВД Нижегородской области, но ответ не получили. Но вот теперь сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника отдела уголовного розыска ГОВД Нижегородской области. Как подчеркивают в своем заявлении сотрудники ФСБ, сейчас они продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этой незаконной деятельности.